К 2030 году человечество, по мнению медиков, столкнётся с эпидемией лишнего веса. Эксперты считают, что эта проблема напрямую коснётся более миллиарда человек. А лишний вес – это болезни сердца, нарушение обмена веществ, гормональные сбои и просто снижение комфорта в повседневной жизни. Как известно, предупредить проще, чем вылечить. Поэтому уже сейчас в России ведётся активный анализ рациона питания всех слоёв населения страны. В Карачаево-Черкесии необходимый опрос проводят сотрудники Северокавказстата. Они должны узнать всё, что можно о рационе питания 320 семей. Для общего анализа в масштабах республики этого будет достаточно. Нежирное мясо или рыбу-птицу вместо мяса? Нет, не жирное мясо. Сусана Шедакова честно отвечает на все вопросы о качестве и количестве потребляемой пищи. Без сомнений, разрешила измерить и вес, и рост. Кстати, эти данные в обязательном порядке нужны для анализа статистических данных. Стараемся вести здоровый образ жизни, покупаем фрукты, больше курятины. Подобное обследование уже проводилось в России в 2013 году. Его результаты показали, что по Карачаево-Черкесии белковая составляющая в рационе большинства респондентов была низкая, а вот доля жиров, наоборот, завышенной. Такого рода данные, собранные по всей стране, послужили основой для разработки государственной политики по укреплению здоровья населения и профилактики заболеваний, связанных с питанием. Данное обследование проводилось, первый раунд обследования проводился в 2013 году. Оно проводится с периодичностью в пять лет. Наши сотрудники работают на территории каждого практически муниципального образования. А домохозяйства, которые попали в выборку, они формируются случайным способом и присылаются на уровне Росстата. Сотрудники Северокавказстата стучатся в двери не только к жителям Черкеска. Наблюдение охватит все районы республики. И если к вам вдруг придет один из сотрудников Росстата, то необходимо честно ответить на все его вопросы о вашем завтраке, обеде, ужине и даже о небольших ежедневных перекусах. Такая скрупулезность в записи информации необходима для того, чтобы максимально полно и достоверно охватить тот объем и питательную ценность съеденного каждым респондентом, с тем, чтобы потом определить, насколько полноценно, достаточно питается наше население. Полученные в ходе анкетирования результаты будут использованы для оценки эффективности приоритетного национального проекта «Здоровье», а также для разработки рекомендаций по величине прожиточного минимума и оказания социальной помощи нуждающимся. Анята Дышекова, Станислав Сушков, Архиз-24.